Недавнее реформирование Вооруженных сил России коснулось и Рязанского воздушно-десантного училища. Сохранить его в прежнем виде удалось во многом благодаря усилиям и авторитету командующего ВДВ генерал-полковника Героя России Владимира Шаманова. После приезда в Рязанское военное десантное училище министр обороны России Сергей Шойгу на модернизацию учебно-материальной базы из бюджета страны было выделено больше 10 миллиардов рублей. Восстановлена численность курсантского набора. Из Новосибирска в Рязань вернулся факультет специального назначения. И теперь опять специалистов для спецназа ФСБ, ФСО и ГРУ стали готовить в десантном училище. Сегодня на торжественном построении, обращаясь к курсантам, офицерам и преподавателям училища, Владимир Шаманов доложил о том, что Верховный главнокомандующий высоко оценил качество подготовки десантников по результатам боевой учебы 2015 года. Спецназы ФСБ, ФСО, внешней разведки готовятся в стенах этого прославленного учебного заведения. С одной стороны это доверие, с другой это высокая ответственность, которая ложится на плечи прежде всего профессорско-преподавательского состава. По словам командующего, Воздушно-десантные войска России сегодня готовы к боевому применению в любой точке мира. Десантники умело выполняют задачи, придерживаясь главного лозунга «Никто кроме нас». Это в первую очередь честь каждого мужчины защищать родину, защищать своих близких. И особая гордость мне выпала, что я именно в Воздушно-десантных войсках служу, потому что это элита вооруженных сил Российской Федерации и является гордостью Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин